Пандемия коронавируса и все, что с ней связано, внесло свои коррективы практически во все сферы деятельности. Неизменно стабильными остались лишь теневые стороны человеческой жизни, в их числе и различного рода аферисты и мошенники. Даже наоборот, они стали более изобретательными, пользуются некоторой дестабилизацией граждан и используют все новые способы отъема денег у населения. Какие именно нашему корреспонденту рассказал опероуполномочный группы по борьбе с мошенничествами отдела уголовного розыска лейтенант полиции Антон Титков. Справедливости ради надо сказать. Старые, как мир звонки, на тему родственник попал в беду, по-прежнему остаются самыми распространенными видами обмана. Не становится меньше и мошенничеств с банковскими картами. Также активно используют аферисты площадки сайтов продаж и объявлений. Но вот здесь как раз интересно. Фальшивые предложения поступают на самые в сегодняшней ситуации ходовые товары. Потерпевшая искала на сайте Авито Юла подешевле, чтобы приобрести большое количество масок и градусников для организации. Нашла подходящее ей предложение на сайте Авито, позвонила, уточнила, есть ли такое количество. Ей сказали, да, есть такое-то количество. Вот нужна предоплата. Она скидывает предоплату на карту и, естественно, дальше продавец не выходит на связь. Если еще недавно сомнительные личности ходили по квартирам под видом представителей службы газа, предлагая замену вполне пригодного оборудования по завышенной цене, то сейчас к вам вдруг могут постучаться люди, экипированные в костюмы санитарных служб. Предлагают услуги дезинфекции квартиры, дезинфекции помещения за большую сумму денег. У нас были такие случаи, но жители вовремя позвонили в полицию и, соответственно, денежные средства за это не передали. Вот еще. Ученые всего мира бьются над разработкой лекарства от коронавируса. А у аферистов оно уже есть. Позвонят или пришлет СМС, выкладывайте денежки и, как говорится, будьте здоровы. В данный момент препаратов от COVID-19 нету. И, соответственно, предлагают эти лекарственные препараты мошенники. В условиях ограничений люди привыкли больше времени проводить в виртуальном пространстве. И преступники дружно ринулись туда же. Сайты-двойники растут, как грибы, распространяя вредоносные вирусные программы. Лжеблаготворительные фонды закидывают сообщениями о сборе средств. Активно поступают фиктивные предложения об оформлении документов на реальные социальные выплаты. Цель одна – завладеть вашими денежными средствами. За четыре месяца года в округе зарегистрировано около 80 случаев мошенничеств. Количество раскрытых преступлений составляет около 18%. По сравнению с прошлым годом, в прошлом году было 5,3%. Соответственно, есть положительный рост, положительная динамика в раскрытии данных преступлений. Но без помощи жителей, без понимания данной ситуации нам сложно. Вывод один – быть бдительными, не вступать в контакт с незнакомцами, не поддаваться на сомнительные предложения. Проверять любую информацию, используя официальные источники. При малейшем подозрении обращаться в полицию. Уделять больше внимания своим пожилым родственникам. Именно они чаще всего становятся жертвами аферистов.